История, наверное, такова, что любая профессия должна иметь свой день. Ну вот я, правда, честно говоря, не знаю, почему День физкультурника проводится в такое неудобное время для преподавателей физкультуры, потому что все-таки мы сейчас в отпусках. Ну, наверное, это своеобразный профессиональный праздник, который мы в тесном узком кругу, конечно, отмечаем по-своему. Это здорово, что есть такой праздник. Урок физкультуры – это образовательный урок, а не тренировочный урок. Ну, предположим, перед вами сидит профессиональный тренер по регби. То есть, если это тренировка по регби для детей, ну и одесский тренер, да, то есть там немножко другие законы. А урок физкультуры – ну вот он урок для всех, как урок общения, может быть, через упражнения, общение между полами и так далее, и тому подобное. Если порассуждать о третьем уроке, ну давайте попробуем порассуждаем. Ну, существует примитивное деление, наверное, три категории школ. Это частные школы, школы, в которых учатся дети, нацелены на обучение, и обычные школы в рабочих районах. Если говорить о частных школах, вы знаете, наверное, можно рассказать, зачем им нужен этот третий урок, зачем вообще нужна физкультура, когда родители могут нанять себе тренера и готовить ребенка к какому-то виду спорта или к какому-то виду деятельности, или просто поднимать здоровье. Но дело в том, что для подобных детей, которые учатся в частных школах, существует очень большая проблема. Она заключается в том, что ребенок, уходя из школы, не имеет собственного двора. То есть обычные дети, они во дворах как-то встречаются с другом, придумывают какие-то игры. То эти дети, они заключены на маленький квадрат, его коттеджи и все. Поэтому грамотные директора частных школ, они понимают эту проблему, и они вот школьный двор, они его расширяют. А, естественно, на школьном дворе лучше общаться через физкультуру, через какие-то спортивные занятия или подвижные игры. Вторая категория школы – это школы, в которых дети нацелены на учебу, то есть целенаправленность в самом главном учебе. Но вы знаете, все равно ребенок рано или поздно подходит в зеркало и видит, что вместо рук у него веточки торчат. И здесь очень важна роль преподавателя, который помогает, ну, наверное, вот то, что мы говорим, фитнес. То есть помогает ребенку найти себя в этой жизни, попробовать слепить с тела. И последняя категория, ну, вот, пожалуй, которая относится ко мне – это дети из рабочих районов. Ну, казалось бы, ну, что там рабочие районы, у них, они и так на улицах там мотаются. И что два урока, что три урока, для них как бы без разницы. Но дело в том, что в подобных школах дети, вот как раз они нацелены, это мое мнение, нацелены на спорт. И как раз роль преподавателя в физкультуре, вот она должна помочь ребенку найти это место спорта. Потому что для многих, к сожалению, да, это один из единственных способов вырваться из той среды, в которой они сейчас находятся. Что касается национальных вопросов толерантности, вообще, вот я как тренер могу сказать, что, как правило, в командах не существует эта проблема. У меня были команды детские, в которых играли и ребята с чернокожей, и испанцы, и греки, и русские, и кавказцы. Там просто другой интерес, они как бы все нацелены на одну идею. Там, как правило, этих проблем вообще не бывает. Если мы говорим об уроке, все опять зависит от преподавателя. Ну вот, не буду сейчас на это опять возвращаться, я просто, как делаю я. Когда вот появилась эта проблема, и вот стали появляться ребята из Кавказского региона, из других регионов, мне казалось, что будут конфликты, потому что, тем более, мои дети такие иршистые, да. Вы знаете, нет, ну, как обычно бывает между школьниками, но это не национально. Почему? Ну, потому что, во-первых, те же ребята из Кавказа, они хорошо у нас борются и занимаются боксом, то есть они вот чувствуют, как язык один и тот же. Если говорить об уроке, значит, вот, ну, это вот один из приемов, которые я делаю. Значит, если зайти ко мне в спортзал, на задней стены спортзала под баскетбольным щитом висят все флаги национальности детей, которые учатся в этой школе. Даже французский есть, у нас девушка француженка есть, я так горжусь, я говорю, ты учись как можно дольше, пускай флаг висит. Вот последний флаг появился армянский. И самый большой флаг, естественно, что это флаг России. И сто процентов я им сразу говорю, ребят, что здесь вот на этом этаже нет агрессии. Здесь вот ваш, какой флага нет, скажи, сейчас повесим. И они как бы вот это понимают. То есть нет проблем. Естественно, что при формировании команд, когда они делятся на команды, я не разрешаю формироваться на по-национальном. Потом, если, еще раз, при проведении, я все-таки сторонник проведения внутришкольных соревнований, а не между школами. Потому что, ну, вы понимаете, что когда соревнования идут между школами, всегда легко найти 15-20 человек, которых ты водишь на волейбол, на футбол, завоевываешь эти китайские кубки, и ты великий. А вот как учитель ты как бы не работаешь. Вот важно проводить внутришкольные соревнования. Вот как ты это делаешь, как ты организовываешь. Вот это очень важно.